Табак Маст Хев Табак Маст Хев Вкус реально топовый То есть Это смесь, знаете, жвачки Такой приятной Которую, наверное, вам снится только во сне И когда ты жуешь вот эту перенасыщенную жвачку И тебе ее охота проглотить Мы сейчас, конечно В первую очередь забьем именно этот табак Именно этот вкус И там уже, собственно, будем Разбирать остальные вкусы По словам производителей и как-то, так сказать, такая философия этого табака, здесь используется лист Бёрли семи разных стран, то есть как бы с мира по ниточке собрали этот вкус. Также по ароматике, ароматика здесь полностью собирается, по ценовой категории 825 рублей за 125 грамм. Я не знаю, почему выбрана именно эта стратегия цены и веса, то есть тары, но 125 грамм и ни в одном табаке, собственно, я еще не встречал и не понимаю, почему именно так. Так, баночки такие модненькие, интересные, с интересным логотипом, да. Так вот, собственно, давайте сейчас забивать этот табак и пока я буду его забивать, я про него немного порассказываю. Запечатан он очень герметично, то есть сразу, с которой проблемой вы сталкиваетесь, это вакуум, потому что вот эту штучку, в принципе, нужно приложить усилия, чтобы оторвать этот вакуум. С одной стороны, ребята, это реально круто в том, что табак реально находится в вакууме и как бы он не выветрится точно никуда. Вот, видите, то есть я ее поднимаю, а она опять присасывается. Это у нас вкус марула, я его курил на стенде и подходил в самый, наверное, такой пик, когда он раскрылся полноценно. Я сейчас с ребятами пообщался, порасспрашивал про табак, спросил егошние минусы и так далее. Табак не обладает прям мощной-мощной жаростойкостью, поэтому его, собственно, перегревать не стоит. То есть, ну, не нужно напрягать жопу, да, рвать жопу, ставить на нее 6 углей и потом орать, что табак горит, табак хуйня, да. Курим плавно, медленно, на трех там уголечках, на калауде. Табак, так можно, знаете, грубо сказать, он больше под калауды, да, и, в принципе, вся Россия уже больше под калаудом. Куда ни зайди, фольга уже конкретно отмирает. То есть, есть мало заведений, где тебе сделают все-таки на фольге, и это будет, по крайней мере, куриться нормально. Также, почему называется именно must-have, да, то есть, у ребятки, Ребят, философия такая, что этот табак самой идеальной крепкости для курения. Это не когда ты себе рвешь горло и просто охуеваешь с того, что происходит, да, с твоим горлом и с твоим, собственно, самочувствием. Здесь он мягкий, приятный, именно крепкий, но не тяжелый. Как многие сейчас производители гонятся именно якобы за крепкостью, но в итоге у них получается довольно-таки тяжелый табак, который очень сложно курить. Я сталкивался с многими табаками, вы, собственно, все эти обзоры уже видели. Так вот, я чашечку сделал, сейчас мы подождем наши угли и еще пару таких интересных моментов про этот табак. Так, крепкость здесь, да, она здесь очень интересная, очень сбалансированная. То есть, ты куришь и просто насыщаешься табаком. Но за счет того, что он не жаростойкий, здесь нужно будет немного поебаться с именно правильной температурой и вывести на тот уровень, когда ты будешь получать максимально насыщенность ароматизатора, собственно, и крепкость самого листа. Да, давайте сейчас пока быстренько пронюхаем все вкусы, которые здесь есть. Такой интересный вкус, как чизкейк. Я когда открывал чизкейк, я думал, что он будет кардинально такой сырный, настоящий, но он не такой. Чизкейк здесь более именно кондитерский, более такой, знаете, хлебный, ну, как сказать его, мякоть, не сыр. Тоже интересный вкус, мы его сейчас, наверное, тоже попозже покурим. Есть орехи, ваунат называется. Что касается этого вкуса, здесь больше, наверное, какой-то дикий орех, более такой строгий, резкий орех. С капелькой горчинки такой, знаете, именно ореховой. Ну, я, по крайней мере, так сейчас его чувствую, я его, собственно, не курил. Есть смородина. Как мы знаем, смородина сейчас более такой топовый вкус, который мало у кого есть. И ребята из Масхева смогли воссоздать смородину именно такой, какая она, в принципе, есть. Не сильно яркая, не сильно искусственная и более натуральный вкус смородины. Я сейчас, когда нюхал, я вспомнил момент, когда мы с мамой сидели у алюминиевого тазика и перебирали смородину на зиму. Берли бейс, то есть, берли бейс, это, грубо говоря, раф. Это раф, это чистый продукт, в котором можно понять всю основу этого табака. Как я и говорил, это берли из восьми стран, ну, грубо говоря, может больше, может меньше, да, но по именно словам производителя это семь. Шоколадный, это шоколадный оттенок с таким какао, шоколадом. И если его курить чистым, то, я думаю, ты будешь курить именно шоколад, какао и так далее. Это берли бейс, кому интересно чисто курить, не ароматику, так сказать, то это будет вкус именно прям для них. Чоку минт, тоже довольно-таки интересный вкус. Очень сильно напоминает именно чоку минта от Фумари. Здесь используется именно не то, чтобы мята, а именно, знаете, вот мята миза. Она очень едкая, такая резкая, допустим, ну, как-то так. Есть также вкус блубери, который я вообще в последнее время сильно ненавижу, вот эти все вкусы, но здесь он поприятнее. И очень, знаете, на что похож? На черничный крамбл, прям один в один, но покрепче. То есть, если ты любишь черничный крамбл, сам знаешь от кого, но хочешь, чтобы это курилось покрепче, то, я думаю, must have будет тебе в самый раз. Очень похож на йогурт-чудо со злаками. Есть айс минт, это, сами понимаете, что такое, это такой холодочек, интересная тема. И как бы не пахнет, пахнет в принципе ничем, есть свежесть, и я думаю, она будет очень хорошо моросить твое горло. Ну все, собственно, мы большую часть таких топовых вкусов пронюхали. А еще есть манго, манго-слинка. Ребята тоже говорят, что это их топовый вкус, который им очень понравился, на который они потратили очень много времени. Но я так не скажу. Вот именно этот вкус мне кардинально не заходит. Более такой нектариновый вкус, я же ожидал от него более именно настоящего, такого зеленого манго. А, мне не понравился. Ну и, собственно, сейчас мы будем это все взрывать, и посмотрим, как это дымит курица, и какая у него, собственно, крепкость в нормальной обстановке, и не на выставке. Потому что на выставке это все в массу, в массу, на поток, на поток, и нормально там, как говорится, нихуя не забьешь. Так что пока не переключайся, и сейчас мы продолжим. Собственно, мы его раскурили, у нас колодочка, потому что, как бы, ну, как я и говорил, современные табаки, они больше рассчитаны именно на жаропередачу от таких устройств, как колаут и их подобие. Сейчас, это мой самый первый кальян за сегодняшний день, и я, конечно же, могу это объективно, то есть, расписать, что я чувствую. Потому что на выставке, когда я курил табак, я прошел, наверное, стендов 15, а потом только дошел до стенда must have. Так вот, сейчас я нашел парочку таких минусов, да, в этом табаке. А именно при курении, ну, скорее всего, это мое невосприятие именно вот этой пачки такой разных, грубо говоря, видов бёрли из разных стран, да, то есть, в каждой стране, как бы, бёрли, он свой, под своей температурой, своим климатом и так далее. И я вот чувствую по горлу не то, чтобы тяжесть, я вот чувствую такое вот порошковое ощущение, и я вот самое, что ненавижу, это порошковое ощущение. Но, соответственно, вы этого, конечно же, не почувствуете, это, наверное, именно мое такое своеобразие, да, вот именно курение, как я это все воспринимаю. По ароматике очень интересный вкус, раскрывается тоже интересно, и я вот сейчас курю и понимаю, что у меня вот здесь вот прям вот этот порошочек такой, я не знаю, как это описать, с чем это связано и так далее. То же самое было, когда я прокуривал другие табаки, я об этом говорил, но потом понял, что это мое личное какое-то, и это приписывать нельзя. Но я вам просто как бы делюсь с вами, да, что к чему. По крепкости. Он курится легко, но он дает именно вот это, вот это свойство насыщения, то есть свойство сытости. Вот когда ты ешь, и ты вот ешь, ешь, тебе это нравится, очень легко, легко, но ты потом себя ощущаешь очень так сытно, ты наелся. То же самое и с этим табаком, то есть я его курю и понимаю, что он мне немного ударяет в голову, мне охота просто сесть, посидеть. И просто его курить. Они мучатся и постоянно продувать, не продувать. Он дымный, вкусный, в меру крепкий, не сильно крепкий и не сильно легкий. То есть знаете, такая золотая, какая-то серединочка, которая именно нужна многим. Допустим, я сейчас на данный момент, я отхожу от крепких табаков и даю своему организму немного отдохнуть, чтобы потом вновь перейти на заглу, журак, тамбак и ощутить всю эту крепкость уже полноценно. Чтобы меня разъебало просто в кашу, я сидел, кайфовал от этого. И мастхэв в данном случае это такая золотая серединочка для людей, которые просят 7-6,5 в московских кальянах. С очень интересными и насыщенными вкусами, которые подогнаны более под натуральные ароматы. В этом видео есть доля рекламы, на правах рекламы, но не табак, а именно кальяна Иллскилл. И это собственно тюнинг ателье, барберное, татуировки и все остальное. Это прям такой центр, все что нужно здесь есть. Вот это реклама, это Иллскилл. Но табак не реклама, говорю как есть про него. Так что это Дау Адым, это табак Масхэв, это Иллскилл. Если ты его курил на выставке, то пиши свое мнение об этом табаке. Если ты его еще не курил, то внизу будут ссылочки на продавца, грубо говоря, на ритейлера и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok